Вот еще одна капля, грязно-желтая, сорвалась и упала в потемневший снег. Третья, прошептала девушка, лежа на кровати и ни на секунду не отрывая взгляда, от длинной худой сосульки, свисавшей с карниза и так скупо ронявшей свои мутные слезы. — Третья, еще семь, успеют ли? С такой надеждой и нетерпением проговорила девушка, как будто и в самом деле от этих семи капель, которые должны были во что бы то ни стало уместиться в двадцать минут, могло все измениться. Она загадала, если за тридцать минут сосулька уронит десять капель, значит, все будет хорошо, значит, все то, что он сказал ей, было просто неудавшейся апрельской шуткой. А ей так хотелось, чтобы он вернулся и сказал, — Ты все еще дуешься? Апрель, никому не верь! И все стало бы по-прежнему просто и ясно, как раньше. День клонился к концу. Апрельское солнце последними короткими лучами гладило сосульку, и она медленно остывала, совсем незаметно даже для себя. Каждая новая капля сопровождалась напряженным ожиданием следующей. Три, шесть, семь, восемь, девять, ну девять же! Но девятая капля не падала. Лучи солнца уже не доставали сосульки. Они гасли в синих тенях от деревьев. Вдруг девушка вздрогнула и невольно зажмурилась. Последний, видимо, самый отчаянный луч, коснулся сосульки и умер. Но в мгновение своей жизни он передал свет капли, и та отразила этот свет в холодном блеске воды. Но для девушки это был не просто блеск кристаллизирующейся воды. Она поняла все. Она поняла, почему в тот последний вечер не узнавала его. Хотя он был таким, как всегда. Тот же голос, та же, только ему присущая улыбка, даже в той же ее любимой рубашке. Но взгляд! Как же она тогда не заметила холодный, такой же, как у этой капли, блеск его глаз неживой и колючий. Она боялась открыть глаза, боялась вновь ощутить на себе этот холодный, невольный блеск. А когда открыла, девятой капли не было, но не было и зачатка новой, десятой. Уходит солнце, остывает сосулька, становится холодным блеск стекающих капель. Уходит любовь, остывает сердце, и таким же холодным становится блеск глаз. Она думала только об этом, вернее, не думала. Эта мысль родилась самопроизвольно, и только одна пульсировала в мозгу, мешая думать. Уходит солнце, остывает сосулька, уходит солнце, остывает сосулька. Маленькая слезинка медленно текла по щеке к рту. Она была такой же мутной, как капли, что падали с сосульки. Такой же, только теплой. А может быть, это и была та десятая капля, которой недосчиталась девушка. Рассказ написан 11 апреля 1978 года Нина Зарихина Субтитры создавал DimaTorzok